Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 253. Прочитайте предложение. Укажите знаки препинания, которые служат для выделения прямой речи, стоящей перед словами автора. Выпишите предложение с обращением. Прочтём. Предложение из упражнения. А ты, что ж кумушка в дорогу, ей с возу курица кричит. — Помилуй, мне ещё и отроду нет году, — ягнёнок говорит. Третье. — Стой, братцы, стой, — кричит мартышка. Четвёртое. — Ах ты, обжора, ах, злодей тут Ваську повар укоряет. Пятое. — Кумушка, мне странно это, да работала ли ты в лето, — говорит ей муравей. Шестое. — Чтоб музыкантом быть, так надо б на уменье, — и уши ваши понежней, — им отвечает соловей. Седьмое. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться, — ей Мишка отвечал. Восьмое. — Кто ты, что делаешь? — спросил сердито лев. Девятое. — Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки? — лисицу спрашивал сурок. После прямой речи перед словами автора ставится или запятая, или вопросительный, или восклицательный знак. А после любого из этих знаков ставится тире. Предложение совращения. — А ты, что ж, кумушка, в дорогу? — ей с возу курица кричит. Обращение. — А ты, что ж? Кумушка — это обращение. — Стой, братцы, стой, — кричит мартышка. Обращение, братцы. Поэтому с двух сторон выделяем запятыми. — Ах ты, обжора! Ах, злодей! Тут Ваську-повар укоряет. Обжора и злодей — это обращение. Выделяем запятыми. — Кумушка. Не странно это. Доработала ли ты в лето? — говорит ей муравей. Обращение кумушка. С одной стороны выделили запятой. — Чем кумушек считать трудиться? Не лучше ли на себя кума обратиться? — ей Мишка отвечал. Обращение кума. С двух сторон выделили запятыми. — Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки? — лисицу спрашивал с урок. Здесь обращение кумушка. Кумушка. Здесь получается. Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки? Сначала идёт прямая речь. Мы её записываем в кавычках. В конце ставим вопросительный знак, потому что это вопрос. Это обращение. Сурок спрашивает лисицу. Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки? Закрываем кавычки, ставим тире и пишем слова автора. Предложение с прямой речью. Прямая речь заключается в кавычке. Если она стоит перед словами автора, и поэтому перед словами автора мы всегда ставим тире. Предложение в прямой речи вопросительное, восклицательное, поэтому в конце мы ставим или вопросительный, или восклицательный знак. Слово кумушка в данных случаях – это обращение, поэтому выделяется с запятыми. В конце предложения ставим знак завершения. В данном случае это точка, так как предложение повествовательное и не восклицательное. Разберём цифру 2. Слово кумушка. Разберём цифру 3. Морфологический разбор. Укоряет. Что делает? Укоряет – это глагол. Неопределённая форма «укорять». Укорять. Укоряет. Окончание «ед» – глагол первого спряжения. Что делает? Укоряет. Глагол стоит в настоящем времени. Кто он укоряет – значит третье лицо. Кто он – значит единственное число. Предложение является сказуемым. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.